приветствую вас сегодня очень полезное видео которое может изменить вашу жизнь если вы этого захотите страх публичных выступлений он есть почти у всех людей и очень часто начинается с детства когда родители начинают потихоньку закрывать ребенка и говорить ему не кричит и громко тише что тебе подумают должен соответствовать чему-то это с возрастом накапливается просто осознайте что страха нет вам ничего не угрожает если вы выходите на сцену что может произойти вы забудете текст у вас порвется кофта может это произойти конечно люди посмеются но никто не будет после этого с вас шутить всю жизнь люди понимают что вы такой же как и он разное бывает если вы думаете что вас плохо подумают того слишком много и хорошо о себе думаете потому что всем все равно все люди зациклены на самих себе они думают только о себе своих каких-то проблемах идеях не о вас что можно сделать пошагово чтобы избавиться от страха публичных выступлений первое это применить технику якоря расскажу как это делается вспомните момент за последнее время когда вы чувствовали максимальную уверенность в себе вспомните закройте глаза и проживите этот момент чувствуете уверенность поднялась теперь нужно выбрать к чему прикрепить эту верность чтобы вот якорем например браслет или на руке нарисовать палочку сердечко что-нибудь и просоциируйте себя с этим чувствуете внутри эту уверенность и смотрите на рисуночек на руке ручкой когда в следующий раз вам нужно будет эта уверенность например на завтрашнем публичном выступлении просто смотрите и вспоминайте может быть любая вещь якорем возвращайтесь к этому состоянию следующее что я очень рекомендую это пойти на актерские курсы они не для тех кто хочет быть актером а для того чтобы просто раскрыться научиться говорить свободно не вникать в разные образы не увлекаться в эмоции на актерских курсах учат как принимать любую роль как чувствовать и верить в это и при этом забывать себя это может понадобиться в контроле над своими эмоциями просто возвращаться внутрь к тому что есть вы вне образов не эмоций это очень хорошо может помочь перед началом выступления чтобы вы собрались расслабились следующее когда вы выходите на сцену выступать или читать доклады в университете или перед друзьями говорить тост вы чувствуете ваше тело трясется ладошки потеет мокреет просто скажите спасибо мое тело за адреналин который ты в меня впрыснул этого достаточно я совсем справлюсь спасибо тебе благодарите свое тело за адреналин он заботится о вас чем больше вам адреналина тем с большими сложностями вы готовы справиться и дальше нужно нарабатывать публичное выступление просто выступать переступать через себя чтобы легко переступить через себя нужно дать себе осознанность например вот тысячи раз стояли на этом месте говорили с людьми какая разница один человек или двадцать тридцать сто человек никакой разницы нет вы много раз говорили людям слова приветствия рассказывали о том прошел как ваш день прошел вы говорили это никакой разницы нет сколько там человек вы имеете этот опыт вы можете сказать все что угодно вы можете танцевать плясать на публику и никакой разницы нет один человек или тысячи человек просто осознайте это то что вы это делали много раз. Или, например, вы можете стесняться с кем-то познакомиться. Просто наблюдайте со стороны, как вы идёте, вы тысячу раз ходили, вы подходите, вы тысячу раз говорили «привет» и просто говорите «привет». Таким образом, просто наблюдая, не вовлекаясь, вы можете сделать всё, 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 всё. Очень хорошо для наработки актёрских навыков и расслабленности, раскованности помогает запись видео. Люди думают, что они слишком хорошо выглядят. Часто на фото люди себе не нравятся, на видео тоже, потому что они не знают, как они выглядят. В зеркале мы видим только один ракурс, обычно на уровне наших глаз. И то, что мы видим на фото, обычно это отличается от того, что в зеркале. И люди думают, что не соответствует, значит плохо выгляжем. На видео то же самое. Снимите видео с собой, нажмите на паузу, и вы увидите, насколько вы разнообразно можете выглядеть. Не оценивайте, как вы выглядите. Потому что хороший спикер — это раскованный, просто открытый человек. И не так важно, что он говорит, как он выглядит. Важнее как. Он подаёт и чувствует себя. Практикуйте снятие видео с собой, и вы увидите, как поначалу тело скованное, вам трудно говорить, а потом расслабляетесь. О вас плохо не подумать. Это просто видео, которое вы можете удалить, посмотреть и удалить. Главное — нарабатывать. Постепенно, постепенно. И очень скоро вы раскроетесь, и сможете всё. Всё-всё-всё. Благодарю вас за интерес. Радостно с вами было поделиться. Хорошего дня.